Про маму я начну издалека. Гармаш мне как-то сказал, что самый запоминающийся вопрос, который вот перепахал, запомнил, ему какая-то журналистка спросила, что он думает про смерть. И я бы хотел задать этот вопрос вам. Вы думаете о смерти? И уход вашей мамы, он как-то изменил ваши отношения? Больше, чем это может нужно, мои мысли о смерти. Вы знаете, я никогда так не ощущал ее, какое-то, я не знаю, непредчувствие, ощущение смерти. Потому что уход родителей, мама, папа жив, слава богу, уход мамы, ты вдруг становишься первым к ней, к смерти. Потому что вот броня, защита, мама. Мама не стала, и я понял, что смерть очень близко. По поводу, мы обсуждали это, что похожесть, да? Я всю жизнь хотел так, чтобы моей маме было хорошо. И мне хотелось, чтобы она всегда знала, что ее сын, это я всячески говорил, нет, я на маму похож. Я на маму, ничего общего у меня с мамой нет, я копия папа. Внешне имеется энергия, но а по энергетике? По энергетике, по сушевному славу. Мама сильный человек была, очень сильный. Я даже, наверное, на мебель двигала. Я не помню мамы в депрессии. Вот у меня, кстати, тоже нет этого качества. То есть вы умеете бороться с этим? Вот я так вот, я помню, что я ребенок, у нас одна комнатная квартира, и маме на какую-то энергию, видимо, ей нужно было куда-то это деть, понимаете? А нам мебель начинала двигать, перестановку. Хорошо, а папу вы помните в депрессии? Папа спадал в депрессию? Папа, понимаете, другой совсем. Папа вообще по жизни одиночка. Он спокойный, я говорю, пап, как ты? Ну, он прекрасный, все замечательно, 73 года. Он по 20 километров ходит, он каждый день бегает, занимается спортом. Он купил себе какую-то там дачу, где нет света. То есть как свечка погасла, значит, вечер, ложимся спать. Он так живет. Он вообще очень самодостаточный сам в себе. Книги, писать его. Вы стали ближе после ухода мамы? То есть это вас как-то сблизило или это никак не отродилось? Я все равно с ним в хороших отношениях, замечательных. Он страшно гордится мною. Я думаю. И, конечно, может быть, это не частые встречи. Но так получилось. Ну, он мой отец и все. Все это, конечно, незыблемо и уважение к родителям. Я не знаю, по-другому не знаю. По-разному бывает, вы же знаете. Не знаю, да. Но я так воспитан. Я воспитан. Родился я в огромной любви этих двух людей. Они просто долго не смогли существовать вместе. Они были слишком разные. А отец, он всю жизнь один. А сколько вам было, когда они... Шестнадцать. Шестнадцать. Самый такой возраст. Самый такой. Но я, вы знаете, я сейчас слышу историю про детей наших. Вот там, да. Этот что-то там, этот, этот бросил на степу. Я не помню, чтобы я доставлял сложности своим родителям. Никогда.